Сегодня мы с вами поговорим про самые непопулярные API Java EE, называется JBatch. Ну, коротко обо мне. Ведущий программист T-Systems. Более 10 лет я уже варюсь в Java EE. У меня практически не было не EE-проектов, поэтому я там сварился и у меня очень много есть чего интересного рассказать по этому поводу. Неожиданно для себя я ко-лидер болгарской Java-юзер-группы. Как я туда попал, это достойно, в общем-то, другой лекции. Да, сам балуюсь немножко организацией конференций и, как видно из этой картинки, люблю самолетики. Да, небольшой дисклеймер. Значит, чаще я живу не в России, поэтому некоторые слова я могу произносить странно. Да, то есть где-нибудь не там ставить ударение или еще хуже придумывать новые слова. Все примеры в данном докладе будут по умолчанию показаны в рамках Java EE. То есть, что если я рассуждаю о каком-то, о чем-то, о каком-то примере, то в большинстве случаев это будет идти внутри Java EE контейнера. То есть это надо знать. И, соответственно, все демо, которые будут показаны, для них я буду использовать Аркилин. Кто-нибудь из вас знает, что такое Аркилин? Не знаете, что такое Аркилин? Ну, тут совсем несколько человек. Ну, в общем, Аркилин — это некая такая среда, в основном используется для тестирования. То есть, если нам нужно что-то протестировать, он нам поднимает Java EE контейнер, и внутри этого контейнера у нас доступны все вещи, как CDI, как там байдинги, как там… Все, что нам дает, в общем-то, Java EE. Просто это поднимается тест, поднимается типа сервер, и в этом сервере происходит тестирование. То есть, чтобы я не ставил какие-то большие Java EE серверы и на них не показывал. То есть это будет так проходить. Так что, если что, прошу понять, простить. Ну, ладно, поехали. Как вы думаете вообще, зачем нужны компьютеры? Такой хороший вопрос. Да? Самый актуальный на него ответ до сих пор остается смотреть котиков. Да. Но, в целом, создание немножко для других вещей. То есть они помогают нам в автоматизации обработки данных. Так было еще в 70-е годы, и даже в 60-е годы. Так, в общем-то, существует и по сей день. Соответственно, у меня такой вопрос к вам. А вы помните свою первую задачу на работе? На первой работе? За то, что вам заплатили реально деньги? Я лично более чем уверен, что у большинства из вас была именно эта задача. Взять CSV-файлик, распарсить, сохранить в базе. А кто так делал? Так, ну, честно скажите, но действительно. Самые простые задачи. Да. Соответственно, взять CSV-файлик, распарсить и сохранить его в базе. И как ни странно, и как вы поняли, что основная задача компьютеров, особенно в Enterprise по сей день, остается именно эта. У меня еще не было ни одного проекта, в котором мне не нужно было бы распарсить CSV-файл и положить его в базу данных. За все мои там 10 лет работы в Java EE в основном, то есть в Enterprise, не то что с Java EE, а именно в Enterprise. Надо было всегда взять CSV-файлик, распарсить, положить в базу, вне зависимости от сложности проекта. Так что миром Enterprise до сих пор проекты CSV-ксмл-файлы, причем они могут быть как совсем маленькие, да, когда мы что-то тестируем, мы берем 10 строк, да, и у нас все замечательно работает. Так и совершенно монструозно, огромные, там, в общем-то, по сотне мегабайт. Но для начала мы хотим с вами выяснить, а что такое Batch? Вот вы пришли на JBatch, и вам интересно, что такое Batch? И то, что я посмотрел в сети, ну, первое, это пакетная обработка данных, в которой почти не участвует оператор, да, который очень часто исполняется как фоновый процесс. Это то, что мне выдал Яндекс, ссылки на Википедию и так далее. Да, и, собственно говоря, что и происходит. Но ведь в нашей жизни пакетная обработка, она тоже довольно частая. Самое простое – общественный транспорт. Значит, пачка людей загружается в автобус, который оптимальным маршрутом везет их всех куда-то там. Точно так же, например, или оптовы, или даже торговля в каком-нибудь супермаркете, мы берем пачку товаров, идем к пачке касс, где нас бачевым образом обрабатывает кассир. Ну и самое правильное – это, конечно же, общепит. Когда мы пачкой готовим много продуктов, и очень дешево и очень не всегда здравословно продаем их нашим клиентам, но, тем не менее, это есть. Так вот, а в программировании? В общем-то, позволю себе, наверное, сказать, что это целый класс подзадач, которые, как вы, наверное, поняли, особенно актуальны для Enterprise. Да, без них там ничего не проходит. Для них есть одна характерная особенность. Они в большинстве случаев исполняются долго. В моем случае самая длинная задача, которая исполнялась, была 41 час. Но это до оптимизации. Да, потом это все свелось до 40 минут. И еще характерная особенность вот за такими вот батчевыми задачами, что за ними можно наблюдать и ими можно управлять. То есть они настолько долго, в общем-то, работают у нас, что у них есть такая характерная особенность. И чем же полезна батчевая обработка в принципе для нас? Что это, прежде всего, это эффективность. То есть мы заряжаем одну задачу, компьютер у нас что-то делает, у нас сосредоточен на ней и не служит для того, чтобы часто переключаться между какими-то ресурсами. То есть у нас лучшая утилизация ресурсов в принципе существует. Более того, характерна пакетная обработка, особенно у нас программирование, то, что там высокий уровень автоматизации. Все такие большие задачи, которые мы должны каким-то образом сделать, которые длятся большое количество времени, мы стараемся автоматизировать. Как вы видели в начале, в которой почти не участвует, задачи, в которых почти не участвует оператор. То есть мы не должны заставлять какого-нибудь младшего сотрудника возьми вот эту строчку и запиши ее в базу. Возьми вот эту строчку и запиши ее в базу. То есть мы стараемся максимально автоматизировать этот процесс. И у нас всегда внимание, в общем-то, на одной задаче. И что же может прийти в голову при слове «батч» в Java непосредственно? Все-таки на Java конференции собрались. Ну, наверное, первое, что приходит, это SpringBatch. Кто-нибудь о вас слышал о SpringBatch? Кто-нибудь использовал его в продукции? Две руки. Супер. Да, ну, значит, лекция должна быть полезна. Да. Потом, что еще приходит при слове «батч» в Java? Ну, наверное, Hadoop. Да, там есть какие-то батчевые обработки, там есть какие-то большие данные. То есть мы берем что-то пачками, что-то обрабатываем. Но вообще-то этот инструмент немножко для другого. Это инструмент для, в общем-то, MapReduce инструмент. Это MapReduce инструмент для огромного количества данных. Spark. Вот сейчас Женя Борисов нам читал про Spark. Ну, да, там тоже идет какая-то большая обработка, но все равно это немножко, скажем так, ну, слишком. То есть мы не хотим рассуждать в рамках больших каких-то кластеров, серверов. Мы хотим рассуждать в рамках, например, допустим, одной машины. То есть Spark – это немножко слишком сильно, я бы сказал. Ну, и WebSphere Data Grid. Такой кастомный продукт. Кто-нибудь работал с WebSphere Data Grid? Одна рука. Мне интересно задать вопрос, на который вообще не будет рук. Да, но мы идем в том направлении. Но когда мы говорим «батч» в Java, в большинстве случаев все наши усилия сводятся к этому. Ну, написать там пару цикликов, файлик, написать программку какую-то и записать все это в базу данных. То есть проблем не должно быть. Мы же с вами очень крутые программисты. Да, и учитывая, что часто оно так и происходит, собственно говоря, в чем проблема? Особенно вот для таких характерных Java и EZ задач, как распарсить файлик, мы читаем что-то с одного места, делаем какую-то небольшую обработку и кладем в другое место. Причем характерно то, что сама обработка, она не является источником latency, то есть латентности. Большинство усилий у нас уходит именно на то, чтобы что-то прочитать, значит, очень легко быстро переконвертировать и что-то куда-то положить. То есть вот брать и ложить, это у нас занимает большее количество времени. Но что происходит, если таких вот цикликов у нас становится вдруг много, да, может быть, что-то надо выполнить параллельно, соответственно, да, а если что-то пойдет не так, если нам подложили какой-нибудь нехороший CSV файл, да, а может быть, это вообще надо запускать с какой-то периодичностью и собирать статистику. И тут вот мне лично в свое время пришла в голову о не очень больших данных, да, в таком маленьком субсете данных, которые мы должны обработать. Но, соответственно, чтобы мы их обработали, мы всегда пользуемся классической схемой, а мы вот сейчас вот сядем и сами все напишем, да. Берем челлендж, у нас при первом, так сказать, при первой итерации мы изобретаем небольшой велосипед. Да, мы делаем небольшую там программку, которая что-то откуда-то берет, конвертирует, и в очередной раз, на очередном проекте мы изобретаем небольшой велосипед. Да. Но, да, он замечательно делает свое дело, он прекрасный, милый и хороший, но, соответственно, требование меняется, и когда мы начинаем что-то перерабатывать, да, у нас возникают проблемы, которые нам приходится решать, да, то есть мы видим, что наш файл, то есть наша мини-программка, она, в общем-то, начинает делать не совсем те вещи, которые нужно. Но мы не сдаемся, и в конце концов мы с вами в очередной раз изобретаем какой-то новый велосипед. Да, он будет очень сильно кастомный, он будет очень крутой, мы им будем очень сильно гордиться, но он выполняет одну и ту же функцию, это велосипед, который мы изобрели. И, соответственно, возникает вопрос, зачем, да, когда есть такой вот основной принцип, типа, do not repeat yourself. И поэтому, и в принципе мы так делали всегда, и я не могу сказать, что это от хорошей жизни мы делали, просто, то ли Google тогда нам плохо давал результаты, но то ли ничего не было действительно, и поэтому в 2011 году такие вот большие конторы, как IBM, VMware, Red Hat, Oracle, и, заметьте, Credit Suisse, значит, сказали одну важную фразу, как в том анекдоте про летчиков, с этим развратом пора заканчивать, надо срочно искать стюардессу. Да. И они создали экспертную группу, которая вылилась в GSR 352. И они все были очень впечатлены именно с SpringBatch. Кстати, Credit Suisse, я вас напомнил, Credit Suisse. Кто-нибудь из вас в банке работает? Да. Вы, наверное, знаете, что там нужно очень много делать батчевых обработок, да, то есть Credit Suisse, это же тоже банк. Они тоже начали задумываться, от чего мы каждый раз изобретаем велосипед. И в 2011 году они собрались, и аж в 2013 году произошел релиз первой спецификации GSR 352. И заметьте, что в 2013 году, вот интересно, что язык Java действительно вроде бы такой интерпрайзовый, что дальше некуда, а лишь в 2013 году задумывались вообще о том, что батчевые обработки надо как-то стандартно обрабатывать. Но при этом в 2013 году вышел этот GSR, и он уже официально является частью Java EE 7. То есть, если вы берете любой Java EE 7 сервер, который подходит под эту спецификацию, то у вас уже из коробки идет возможность работать с этим GSR. Но и приятная особенность в том, что работает и на Java SE. То есть, его можно запускать вне контейнера. Это была одна из особенностей, которая важна была в тех условиях. Ну так, какие же у него есть cool features? Они изучили, какие батчи в основном происходят у нас, какие батчи мы в основном обрабатываем, и соответственно выдали такой примерно список фичеров. То есть, мы можем обрабатывать данные либо кусками, чанками, либо полностью все заглотить и обработать. Соответственно, много усилий было сделано для того, чтобы облегчить нам последовательную или параллельную обработку данных. Потому что это нормально. У нас сейчас мультикоровые машины. Был придуман так называемый механизм чекпойнтинга. Для меня это просто один из самых крутых механизмов, которые там есть, мы к нему вернемся чуть-чуть позже. Соответственно, был создан некий такой XML-базированный DSL, который позволяет нам управлять этими потоками, когда у нас много циклов, когда у нас возникают какие-то проблемы и так далее. То есть, у нас есть механизмы, рантайм и механизмы для обработки потоков вот этими работами. Соответственно, мы можем восстанавливать все эти процессы. Очень сильно сделано управление исключениями, на мой взгляд. И добавлена транзакционность, все-таки это Java EE, то есть транзакционность, на мой взгляд, это тоже одна из особенностей, которой, если вы когда-нибудь писали что-нибудь для J-Batch, вы рано или поздно придете к тому, что вам нужно делать некие транзакции, если у вас что-то возникнет, вам нужно откатить эти транзакции. Да, вот это все реализовано. Соответственно, есть метрики и это просто замечательно. Но, как говорится, вместо тысячи слов давайте мы сразу нырнем в ум с головой. Да. представим себе. Пардон. Хорошо читается? На задних рядах видно все, да? Еще увеличить. Представим себе. Это практически реальный случай из моей предыдущей работы. Представьте себе, мы открываем некий бизнес. Этот некий бизнес будет заключаться в том, что мы сделаем внешнюю услугу для предоставления электронных инвойсов нашим клиентам. Как это работает? Мы от наших клиентов принимаем CSV-файлы, в которых описывается информация под тем инвойсом, который мы должны издать. И мы, соответственно, генерируем эти инвойсы и отправляем их людям. Инвойс – это, как это называется, по-русски фактурирование? Счет, да. Выставлять счет. Мы должны выставлять электронный счет. Соответственно. Мы это сейчас прямо-таки и в этой программке так и напишем. Ну, практически не напишем, я вам покажу, что уже написано. Я пишу медленно, в отличие от большинства спикеров здесь, поэтому я просто написал и вам покажу. Мы должны получить целую кучу XML-данных и для начала выставить инвойсы. Но мы будем, как говорится, делать степ-бай-степ. Мы получаем данные, должны распарсить CSV-файл и для начала сложить это аккуратненько в базу данных. Соответственно, вот у нас есть большой CSV-файл, тут около тысячи строк. Оказывается, в сети есть обалденные генераторы данных, которые могут нам нагенерировать любые данные. Представим себе, что это CSV-файл, который мы должны распарсить. Соответственно, у нас есть entity или сущность по-русски, которая представляет этот файл, который мы, по сути, записываем в базу данных. Мы назовем ее person. Тут есть first name, last name, email, phone, country, адрес, карта. И можно было бы еще для полного счастья и сумму денег написать, но мне почему-то не пришло в голову это сделать. Который мы берем файл и должны его распарсить. Как это все дело происходит? Сейчас, извините, я только сделаю одно переключение на initial. Как это происходит? В рамках jbatch для начала надо сказать одну вещь. Это делается как обыкновенный проект, мейвеновский проект. И самое важное, dependency, который у нас есть, которая предоставляется, это лишь одно dependency. Вот этого dependency нам вполне достаточно для того, чтобы начать уже работать с батч. То есть, если у нас Java и API 7 есть, то мы можем спокойно начать уже работать с этим фреймворком. То есть, сам сервер нам предоставит все уже. Ну так вот, как это происходит с помощью Java батч. Для начала объявляется некий такой XML файлчик, в котором мы описываем, что у нас есть некая работа. Эта работа пока состоит из всего лишь одного этапа, называется load data. И мы должны из кусков по 10 штук прочитать данные из CSV файла, переработать их и положить в базу данных. Для этого у нас есть три отдельных класса. Мы назовем их так. У нас есть чукчачитатель. То есть, у нас есть файл, который заботится только об одной вещи. Его задача открыть файл и начать его читать. Это такой чукчачитатель. Потом у нас есть чукчапроцессор. Задача чукчапроцессора получить прочитанную строчку и преобразовать ее в персон. Соответственно, у нас есть чукчаписатель. Чукчаписатель просто берет entity менеджер, получает список из тех вещей, которые он должен записать и просто пишет. И, собственно говоря, реально на этом все. мы объявили эту работу, мы говорим reader, processor, writer, мы подали классы, то есть тоже чукчачитатель, чукчапроцессор, чукчаписатель, да, и все, и мы можем запускать задачу. Задача запускается у нас таким образом, вот это сделал небольшой аркилиан тест, но это не самое важное. Мы просто говорим, что у нас есть job оператор, batch runtime, он говорит, что у нас вот есть работа по имени invoicing, которая у нас описана в этом xml файле, и запусти ее, пожалуйста, все. Тут у нас есть небольшой, только для того, чтобы у нас работал аркилин тест, чтобы он держался, потому что все процессы, все job у нас запускаются в отдельном тредпуле и на отдельных тредах. Если бы я это не сделал, то тест бы умер, потому что у него main thread не работает. И дальше задача нам проверить, все ли тысячу записей я написал. И вот мы делаем так называемый тест. Вот это как раз те, кто не работал с аркилин, можете увидеть, что здесь мы запускаем небольшой контейнер, который нам по сути поднимает в данном случае glassfish embedded сервер, кладет в него наш проект, наш world файлинг и выполняет вот эту задачу. И как мы здесь видели, вот видите, мы печатаем, вот у нас все person, вот они записаны в данные. Все, у нас есть тест run1, мы проверили, что тысяча инвойсов у нас записались в данные. И в общем-то вот это первое применение java-batch. у нас есть батчевая задача, которая позволяет нам вот таким описательным образом переложить одни данные, преобразовать их и положить их в базу данных. И если кому вдруг интересно, я не знаю, просто некоторые люди любят так делать, некоторые можете поэкспериментировать прямо сходом, я выложил все вот эти батчевые демо прямо к себе на гитхаб, можете и во время сессии или потом с вами вместе посмотрим реально пройти по коду. Кстати, кто из вас был на прошлом Джокере? Помните вот эту картинку Теда Стюарт? Теда Ньюарда? Ну в общем, мы занимаемся каждый раз одним и тем же. Это java-batch, это один из способов еще раз реализовать эту картинку. Ну так вот, какие же основные концепции есть у нас java-batch? У нас есть некий job, который состоит из разных степов. Все это работает в некоем движке, который у нас есть job operator, job repository. Соответственно, у нас есть некая имплементация, которую мы должны уже сами написать. То есть это вот как раз те чукчи-читатели, чукчи-писатели и так далее. И плюс у нас есть listener, partitionary, контексты и так далее. То есть вся основная область, так сказать, на что разделена весь JSR, это именно оркестрация, в которой мы XML практически оркестрируем то, что мы должны сделать. У нас есть исполнение, это runtime, и у нас есть некая имплементация, то есть подавая runtime, оркестрацию и некую имплементацию нужных классов, мы соответственно позволяем выполнять наши задачи. Следует также понять, что job как таковая, эта штука сложная. То есть те из вас, кто писали, а я уверен, что многие из вас писали хоть какие-то батчевые задачи, в конце концов все сводит к тому, что мы не просто запускаем задачу, мы ее можем запустить конкретно сегодня, им должны сохранить какую-то информацию о конкретно сегодняшнем исполнении. и мы должны более того не только запустить задачу, но и запустить задачу, например, с какой-то попытки, потому что они не всегда у нас могут быть успешными. То есть следует знать, что в Java бачи job это такая сложная структура, что у нас есть job instance, то есть каждый job состоит из job instance конкретных и неких job execution. но это так overview. Соответственно, сами типы job, сами типы работ у нас делятся на два основных типа. Это так называемый chunk ETL pattern. Это то, что мы как раз с вами делали, где у нас есть reader, writer и процессор. И у нас есть такой более общий тип, это называется batchlet. Соответственно, вот каждый chunk у нас состоит из такой простой схемы исполнения каждого степа, который состоит из chunk он такой. У нас есть item reader, item processor, item writer. Мы его вот таким образом, как вы видели, оркестрируем, то есть мы его объявляем, что у нас в XML есть такой-то chunk, который состоит из таких-то reader, writer, процессоров. Это такая оркестрация. Сбоку я здесь буду стараться ставить вот такие значки, которые нам говорят, что это оркестрация. И соответственно нам нужно проимплементировать лишь несколько классов. То есть первый это reader, который у нас читает что-то, потом у нас есть процессор, который делает некий процесс, и есть writer, который что-то записывает. процессор. А если что-то у нас не очень вписывается в ETL паттерн и extract load transform паттерн, то есть такая универсальная заглушка в заменитель, которая называется batchlet. То есть мы просто можем подать ей кусочек какой-то работы, который заключается здесь внутри этой функции процесс, и там может происходить все что угодно. То есть если у нас нету вот этого чтения, процессинга и закладывания каких-то данных. И после чего этот XML и эти вот имплементации мы просто отдаем нашему job оперейтору, поднимаем batch runtime, стартуем работу, и мы можем следить, например, за том, как эта работа у нас появляется класс job execution, можем следить за тем, как она исполняется, эта работа. Соответственно, когда она исполнится, у нас есть так называемый exit-статус. То есть мы можем смотреть, является ли работа стартующей, starting, stopped и так далее. То есть это стринги, которые мы подаем. И, собственно говоря, практически на этом наша лекция закончена. Самое важное мы рассмотрели. Можно, кстати, уже обеды все закончились. Можно, значит, в сад можно всем. Но мы же собирались не только ради этого, и вообще задачи, которые возникают, они ведь другие, не этого естества. Это мы все рассмотрели, как оно происходит. И поэтому мы с вами усложним наш процесс. Начнем с самого простого. Самое простое в данной ситуации это лиссонеры. Лиссонеры это некий образ, некий способ нам с вами подать нашему проекту некий элемент аспектности без того, чтобы мы делали аспектно-ориентированное программирование. То есть мы делаем некий декаплинг некоторой функциональности, которая может быть, например, кросс-каттинг функциональность. Самый простой пример данной ситуации. Я с вашего позволения переключусь на другой бранч. Мы добавим лиссонер, который может возникнуть, например, когда мы читаем некий чанг. Опа, пардон. Когда мы прочитали, например, 10 рядов информации, это у нас объявлено как некий чанг, как некий кусок информации, который мы обработали. Соответственно, перед вызовом и после вызова этого чанга мы можем, например, залогировать, что здесь мы что-то сделали. Точно так же мы, например, можем сделать перед целым джобом, что смотрите, мы вот с вами начали какую-то работу before job и пишем логер, что вот мы что-то простартировали. И после джоба можем тоже залогинить какую-то информацию. То есть это некий cross-cutting функциональность, которая нам особо, вот у меня, например, на проекте мы практически не пользовались, то есть логер мы писали внутри. Но вы знаете, что любой пример аспекта, он связан именно с логингом, что мы можем залогировать перед и после функции. мы, например, в нашем проекте пользовались немножко другими вещами. Если у нас возникает error, то мы не в самой логике описываем, а внешне описали, что мы должны отправить sms админу, чтобы он сел и разобрался, что нам за csv файл пришел. То есть onerror мы можем тоже отнести в сторону, что если возникает error, то мы слушаем про него, и когда мы про него что-то услышали, что возник exception, мы можем залогировать например отправить sms админу. Да, это самое простое, что можно сделать. Можно прицепить практически ко всему отдельные лисенеры. Дальше, что мы можем делать? И это одна из таких ключевых вещей. Это соответственно если у нас возникает exception. Да, мы говорим опаньки, и что мы делаем? в большинстве случаев, когда у нас возникает exception, мы прямо у нас в коде начинаем делать безумное количество try-catch, ловить exception и прописывать им некую логику, например, нужно ли нам продолжать batch процесс, или нам не нужно продолжать batch процесс, или мы должны проскочить что-то, или мы должны попробовать еще несколько раз этот batch процесс. Мы пишем вот эту логику своими руками, но в JSR 3.5.2 стандартным образом нам описывается, можно сказать, мы можем легко описать целый policy, как нам нужно реагировать на exception, который у нас возник. Соответственно, мы можем говорить, что определенные exception мы можем скипывать, скипывать, то есть пропускать. То есть, когда у нас возникнет какой-нибудь parsing exception, например, или какой-нибудь exception, ну, и редкий exception, возникает. У меня мы практически ничего не скипывали. Мы, если мы говорим, что, ладно, ребят, например, что-то не пропарсили, мы можем скипнуть эту строку, то мы объявляем, что вот этот exception мы можем скипнуть. Соответственно, есть такое пояс, как retriable exception. Retriable exception очень удобен, то есть, когда у нас возникнет exception, мы можем попросить framework попробовать еще раз выполнить этот chunk. Например, мы потеряли connection какой-то. Если мы читаем с какой-нибудь удаленной базы, например, какие-то данные, и у нас вдруг пропала связь с этой базой данных, то мы просто говорим, что попробуй нам еще раз сделать соединиться с этой базой при возникновении вот этого exception. И важная особенность тут такая. У нас тут есть сверху, когда мы объявляем chunk, мы можем сказать, что сколько раз мы можем попробовать, то есть, если у нас, например, совсем отрубила базу, он не будет сидеть постоянно пробовать несколько суток присоединяться к нему. Он скажет, например, я попробую 3-4 раза, и тогда я уже выкину большой exception, что наш job не работает больше. Соответственно, мы можем сделать escape limit. Например, к нам приходят некачественные данные, мы можем определить качество данных, например, в CSV-файлах часто, например, 5-6 строк некачественные, это стандартная ситуация. Но для нас критерием является то, что если больше 10 строк, то тогда весь файл негодный, то есть все данные негодные. А если 5 строк, то мы это как-то стерпим. Соответственно, скипывать мы можем, например, 3-4, или 5-10 раз. Если мы сделали больше 10 раз, то нам пришли некачественные данные, мы можем выкидывать генеральный эксепшн. Это очень замечательно. Вот, кстати, давайте мы с вами попробуем это сделать на нашем примере. Если мы возьмем вот такой пример, представим себе наш процессор, когда читает, говорит, что если у нас строка начинается с 3-х единиц, то мы должны выкинуть эксепшн. Соответственно, в нашем XML-файле мы объявляем, что сейчас момент, я сделаю его побольше. Пардон, извините. А, да, тут есть характерная особенность, надо всегда выходить из презентерс-мода. Да. Соответственно, вот представим себе, у нас есть чанк, который мы должны обработать, и мы говорим, что пожалуйста, скипни нам вот этот эксепшн, или попробуй сначала 3 раза, а потом его скипни. А сам эксепшн, мы скажем, что у нас есть некий процессор, который говорит, что если у нас строка начинается с такого-то символа, то она для нас является некачественной. Попробуем сначала сделать момент, попробуем сначала без эксепшнов прогнать этот тест. то есть если мы его начнем гнать, у нас скорее всего все должно упасть. Посмотрим, так ли это. Сейчас точно так же мы поднимаем небольшой сервер, в этом сервере есть база данных, embedded база данных, в которой мы записываем все данные, и мы знаем, что одна из строк у нас неправильная, и как вы видите, у нас действительно возникает эксепшн. То есть мы выкидываем его, и он у нас есть. Причем, как мы видим, у нас даже правильный какой-то, да, unsupported operation exception. Но если мы добавим вот эти две строки, которые мы удалили, и прогоним этот тест еще раз, по-хорошему у нас все должно пройти. Да, вы видите, у нас начинают писаться данные, но тест у нас будет фейловый, потому что мы ожидаем тысячу записей, записалось всего 999, у нас одна строка была неправильная, да. Но при этом в сам фрейморк отработал. То есть тем самым мы можем декларативным образом показывать то, что некоторые exception мы можем скипывать, некоторые exception мы можем пробовать еще раз сделать, и это крайне удобно. То есть нам эту логику не нужно описывать в нашем приложении на Java коде, мы просто ее описываем внешне. Ну и теперь моя любимая такая часть называется checkpointing. Когда мы играем во всякие стрелялки игрушки и тут нас убивают, то мы же с вами не продолжаем игру с самого начала, а мы обычно продолжаем с некой save позиции, последнее сохранение. Соответственно, и учитывая, что задачи у нас могут длиться действительно долго, и когда у нас что-то падает, мы хотим, чтобы мы не заново начинали делать эти задачи, мы придумываем себе некий такой checkpoint, то есть место сохранения, с которого мы продолжаем задачу, если она вдруг упала. И кто-нибудь из вас, когда я писал батчевые вот такие вот задачки небольшие, вы такое что-то делали? Делали они кто-нибудь? То есть делали, здорово, молодцы. Я, например, до этого не додумался, и поэтому у меня постоянно что-то падало, и все начиналось сначала. Но вы знаете, когда разрабатываете софт, и когда тебе дали там CSV из пяти строчек, ты как-то не замечаешь, что падает. А когда тебе приходит два гигабайта, и оно падает, то становится реально обидно. Ну так вот, и в GSR 352 он бывает двух типов. То есть первый это типа мы пишем по айтемам, а второй мы можем написать свой кастомный алгоритм. То есть если мы извиняюсь, надо перейти на обыкновенный мод, если мы с вами пишем что вот у нас должен произойти чекпоинт, у нас вот есть так называемый чекпоинт полиси, который мы называем типа айтем, и он говорит нам, что при чтении десяти элементов на каждом десятом элементе у нас должен происходить чекпоинт. То есть если у нас что-то упадет, то мы роллбэкнем транзакцию, которая была неправильной, то есть те десять элементов, и начнем заново с последней позиции. Но есть один нюанс, ведь здесь мы роллбэчим именно, например, мы записали двадцать элементов, а двадцать третий элемент у нас оказался неправильным. Соответственно, вот всю следующую транзакцию от двадцати до тридцати элементов он у нас отменяет. И он начинает ее читать заново. А мы хотим, чтобы у нас читало не двадцать третья, теперь скипнул двадцать третья, читал сразу с двадцать четвертого. Поэтому мы в нашем ридере можем задать некий каунтер, который нам считает это все дело, типа где мы сейчас находимся, и задать ему одну функцию, которая overrides, называется checkpoint info, которая возвращает нам ту позицию, на которой мы сейчас реально находимся. То есть когда у нас возникает ситуация, что у нас возникла ситуация для того, что мы сделали checkpoint, он нам скажет окей, у меня есть информация, где мы находимся. Соответственно, в следующий раз, когда мы будем переоткрывать этот файл или соединение или так далее, он возьмет вот этот checkpoint и скипнет нужные элементы. То есть если мы опять же запустим этот код, хотя мы можем даже воспользоваться той консоли, которая у нас уже была. Вот у нас есть run. Момент. Где-то здесь, сейчас я найду, да, вот где-то здесь у нас возникла информация, что вот после того, как мы прочитали 10 элементов и 11 элемент у нас оказался неправильный, нам нет нужды читать снова все и перезаписывать, поэтому мы сделали скип. И вот он нам написал, что вот мы прочитали 10 элементов уже и мы можем продолжать со следующей позиции. На мой взгляд, это крайне удобная функциональность. И более того, как я сказал, бывает двух типов. В данной ситуации мы просто сказали, что на каждом 10 элементе, но мы можем сделать некую более сложную логику. Мы можем сами придумать свой алгоритм чекпойнтинга и, соответственно, написать небольшой класс, который олдскульным образом нам extended up checkpoint алгоритм, да, так все очень олдскульно, который дает нам информацию, например, is ready to checkpoint. И когда у нас есть эта информация, в данной ситуации, например, каждый пятый элемент, на каждом пятом элементе делай нам пожалуйста чекпойнт. А мы можем написать что-нибудь свое, более крутое. И по мне так это одна из ключевых фич, которая позволяет оптимально работать с большими данными, именно большими файлами. чекпойнтинг нравится. Следующее, что нам очень сильно нравится, а это именно партишенинг. Все помнят этот инструмент с 90-х годов? его потом купил Саймонтек. Это ужасно. Представьте себе, сейчас что мы с вами делали? Сейчас у нас приложение было довольно простым. У нас есть один тред, который читает нам все данные последовательно, обрабатывает и кладет их в базу. Но мы с вами хотим сделать немножко по-другому. Мы хотим как-то использовать лучше наши ресурсы. Соответственно, есть такая вещь, которая называется партишенинг. Это некий вид шардинга, который шардинг знаете, что такое? То есть разделение данных на куски, которые обрабатываются отдельными уоркерами. И GSR352 дает нам хорошую возможность весь наш алгоритм переделать вот таким образом. То есть мы можем двумя несколькими тредами разделить наши входные данные и параллельно их процессить. То есть если, например, они друг от друга никак не зависят, то это делается очень легко. Соответственно, делается это либо прямым прописыванием данных, что типа возьми мне вот отсюда от старта до энда и от старта до энда, раздели мне на два партишена пожалуйста и обработай эти записи параллельно, либо мы можем сделать наш отдельный партишенер, тоже так же его объявить и сказать, что пожалуйста вот у меня есть некая переменная, которая позволяет тебе определиться, где тебе нужно делать партишенник. То есть в нашем примере это будет выглядеть примерно так. Ой, сейчас сделал глупость. В нашем примере это будет выглядеть примерно так. У нас есть branch, мы пишем небольшой партишенер, одну секунду, опа, они здесь, пишем небольшой класс, который нам говорит, что пожалуйста дай нам два партишена, сделай нам всего два треда, и вот данные раздели по какой-то формуле, здесь эта формула она бескрайне простая, что типа старт value от 500 и от 501 до 1000 и соответственно мы его указываем у нас в XML, говорим о том, что у нас есть маппер файл и у нас есть ридер, к которому говорим, что вот здесь пожалуйста читай с этого элемента и читай с того элемента. соответственно сам ридер нам тоже нужно каким-то образом заставить понимать, что у нас есть внешние функции, мы их инжектим, то что у нас здесь есть inject batch properties это читается у нас из XML файла и мы соответственно можем вот здесь вот говорить сколько элементов скипнуть и откуда продолжать читать. То есть к сожалению конечно такой супер мега автоматизации не получится, сам ридер должен знать откуда ему начинать читать и где ему заканчивать читать, соответственно ему нужно проинжектить эти properties, но он тем самым у нас встает относительно генеральным. И если мы сейчас запустим опять этот тест, то у нас сейчас произойдет работа с двумя абсолютно независимыми тредами и у нас все должно прочитаться по моим подсчетам у нас где-то полтора раза быстрее. Все, видите, мы сделали. то есть мы в два треда читаем. я слушаю. Значит, если мы его не объявили, вопрос был такой, без partition нет никакого concurrency. Нет, то есть если мы его специально не объявили, вот так вот, как я здесь сказал, на уровне данных concurrency нету, но мы там перейдем еще к другому типу concurrency, чуть позже. то есть у нас есть реальный способ ускориться. То есть мы можем на уровне данных разделить их, сделать некий шардинг и мы можем ускорить весь наш процесс. Так, и следующее, что у нас идет, это называемые flow split операции. это уже некий вид rocket science. Это уже не так все просто, но мы сейчас попытаемся в этом разобраться. Пока, как вы видели, вернемся, кстати, к постановке задачи. Пока мы делаем одну очень простую вещь. Мы просто берем CSV-файл и кладем его в базу для дальнейшей обработки. Но ведь наша компания занимается тем, что она должна тем не менее сгенерировать invoice, отправить email и создавать статистику, то есть наш flow должен содержать себе следующие некие шаги. И мы видим, что можно нашу задачу разделить на несколько потоков. Первый поток это прочитать файл и записать базу данных. После него идет следующий поток flow. Я даже не знаю, как по-русски перевести flow лучше. Поток, наверное. Не стрим, а именно flow. Тут есть последовательность выполнения. То есть вот здесь у нас есть одна последовательность, после нее следует вторая последовательность. Например, генерировать invoice, отправить email, и третий такой степ, который сам единичная последовательность это собрать статистику. Так вот, GSR352 определяет такое понятие как flow. Мы можем определить некий бизнес-процесс, который состоит из нескольких шагов, которые логически в себе содержат одно какое-то действие. то есть это некая атомарная последовательность шагов. Кстати, вот я сам применил слово последовательность. И как вы видели, мы можем создать несколько таких flow, которые будут действительно описывать наши бизнес-процессы. Для этого я немножко расширил наши классы. То есть в конце концов я все-таки дописал еще несколько дополнительных действий. То есть в конце концов мы имеем не только ридеры, райтеры, но мы имеем например тут ужасно, извините, хотя я могу сделать проще. Мы добавили новые entity. Новые entity это у нас например invoice, которая тоже у нас записывается в базу данных. это новая сущность. У нас есть новые процессоры, то есть мы например можем сгенерировать теперь invoice, то есть мы берем person, мы заполняем его какими-то данными и генерируем invoice, это у нас следующий так сказать обработчик. более того, мы можем сделать emailer, то есть это некий по сути abstract writer, но writing заключается в том, что мы будем делать emailer и соответственно разные генератор статистики, которые тоже прочитав что-то может нам сделать. Но есть один интересный нюанс. Вот сейчас мы вернемся в нашу презентацию. Как вы видели, у нас на предыдущем слайде вот здесь момент пардон была такая последовательность шагов, которая была линейная последовательность шагов. Но представьте себе ситуацию, к нам приходят наши стейкхолдеры и говорят так, ребят, у нас нету больше возможности расширяться с точки зрения хардвера, поэтому используйте все эти ресурсы, которые у нас есть. И у нас возникает вопрос, ладно, вот если мы посмотрим на эти флоу, опять же с бизнес точки зрения, то есть первое, что мы делаем, прочитать файл, записать базу данных, это нормально, оно вот должно быть как первоначальное действие. Но например, сгенерировать инвойсы, отправить имейлы и собрать статистику, эти два действия у нас могут независимо друг от друга. У нас уже есть данные, которые записаны в базу, и поэтому мы можем выполнить их параллельно. Соответственно, есть оператор сплит, который позволяет нам разделить несколько флоу и исполнить их параллельно. И тут важно не путать партишн, потому что партишнинг это у нас данные, это шардинг данных, а здесь мы разделяем целые степы, целые последовательности процессов. И важно знать, что внутри вот этого сплита могут быть только флоу. То есть представим себе, у нас есть флоу один, который содержит в себе некую последовательность шагов, флоу два, который содержит тоже некую последовательность шагов, и если мы все это обернем в сплит, вот эти два флоу будут исполняться независимо друг от друга. И сам движок GHSR352 он у нас их раскинет на разные CPU, да, или там на ядра и позволит нам ускорить нашу работу. Важно знать, когда мы это делаем, что это не thread safe. Это нам не обеспечивает thread safety. Это просто нам обеспечивает логическое разделение. То есть если у нас есть какой-то shared state, важно знать, что этот shared state может быть большим источником проблем. Но тем не менее то, как мы описываем эти процессы, позволяет нам легко действительно разделить и раскинуть процессы на разные ресурсы. То есть разница в том, что partition это у нас про данные, а flow split это про целый бизнес процесс. И представим себе, вот мы сейчас реализуем, помимо того, что мы прочитали целую кучу имейлов, целую кучу персонов, мы сейчас сгенерируем так сказать invoice, отправим имейл и соберем статистику. То есть если я сейчас один момент покажу вам, как у нас теперь будет выглядеть этот сам job, то job у нас будет выглядеть таким образом. Мы в параллельном режиме прочитаем данные с помощью partitioning разделим тот csv файл, объявим те exception которые нам не нужны. Когда у нас закончится вот этот степ, мы говорим, что пожалуйста, следующее, что сделай процесснее. Здесь мы сделаем два флоуа. Первый флоу это генерировать invoice и отправить их людям, а второй это собрать статистику. И все мы это оборачиваем сплит, тем самым мы говорим, что это все можно сделать параллельно. если мы запустим опять же эту задачу, то вот у нас начала генерироваться информация, следующее, что у нас произошло, мы отправили имейлы, и тут важно интересную вещь увидеть. Где-то здесь посередине у нас вдруг возникла статистика, а статистика у нас такая немножко глупая, но типа из каких стран сколько имейлов мы отправили. Вот эти строки могут возникнуть у нас везде, потому что он исполняется параллельно. То есть оно в данной ситуации просто вклинилось где-то между invoice. То есть помимо того, что мы параллельно читаем данные, мы параллельно располняем несколько флоуов. И тем самым у нас все происходит быстро, и мы очень удачно утилизируем наши ресурсы. Возвращаемся. Да. Но учитывая, что XML это как таковой язык, это даже не язык, это описание, в самом XML трудно нам создать ветвление, поэтому была создана такая заглушка в виде decision, которая позволяет нам внутри XML-ов описывать конструкции, которые позволяют нам принимать решение в зависимости от того, какой был исход каждого из, например, степов. Мы можем легко записать, сделать свой decider и говорить, что если у меня возникла такая ситуация, которая вот таким классом описана, то есть у нас есть step execution, можем понять, что у нас произошло и мы можем сделать string, который говорит нам решение и можем описать, что здесь у нас есть некий decision, который мы должны принять, например, у нас один flow не отработал, мы должны запустить какой-то запасной, мы можем это тоже легко сделать, тоже можно легко соркестрировать, это очень удобно. Ну и обязательно я думаю, что когда мы начинаем собирать любая метрика и статистика становятся для нас важны. Я вот не знаю, когда вы писали свои файлы, вы собирали какую-то метрику? В конце концов эволюционно вы приходите к тому, что нужно посмотреть, сколько файлов мы распарсили, какие мы данные прочитали, это все потом впоследствии приходит, а данные JSR дает нам это все из коробки. То есть у нас есть очень много метрик, которые за нас собираются, мы можем прочитали, сколько успешно, сколько неуспешно, сколько у нас айтемов процесснулось, сколько мы раз скипнули тот или иной exception. Таких метрик действительно очень много и это нам крайне удобно. Это мы все получаем из коробки. Имейте это в виду, если будете пользоваться. Ну и одно из важнейших явлений это транзакционность. Особенно в среде Java EE. То есть когда мы что-то неправильно, какие-то данные неправильно нам поступают, то у нас есть из коробки мы получаем транзакционность, мы не должны ее больше нигде описывать. Причем если мы, как вы знаете, мы работаем и в Java SE и в Java EE режиме, то в Java EE транзакция как таковая происходит при записи чанка. То есть когда мы говорим, что все, мы вот здесь можем делать чекпоинт, например, с алгоритмом такой, то здесь у нас происходит коммит транзакции. Соответственно, в локальном режиме придумали такой интересный escape, называется тайм-аут. По дефолту каждые 600 секунд он делает чекпоинт у себя и когда возникла какая-то exception, то он не сначала начнет, а сколько это вот чекпоинтов сделал по времени, начнет с последнего чекпоинта. Это очень удобно. Ну так вот, вначале мы еще сказали, что задачи должны у нас как-то скедулиться, да, наверное, то есть они должны все автоматизироваться должно каким-то образом. И вот, к сожалению, так вот, его в JSF 3.5.2 нет. Я понимаю, что ваша реакция скорее всего будет сводиться к этому изображению, да, но не надо огорчаться, это просто не в компетенции JSF 3.5.2 в целом. То есть в среде EE мы можем сделать обыкновенный scheduler, то есть надо опять же думать, рассуждать, что мы работаем в среде EE. То есть мы можем записать обыкновенный schedule, например, аннотацию и запускать наш job вот таким образом. Например, каждое воскресенье вот, пожалуйста, run by my job. И это очень-все очень удобно. В среде SE мы можем прикрутить какой-нибудь другой scheduler, который работает типа с кварц или сами написать небольшой scheduler, который нам это все дело запускает. Ведь самое важное у нас это вот эти вот вещи job operator, runtime и job operator start. В общем, все. Ну, а что еще касается ложки дегтя. вы наверное заметили одну вещь, что у нас есть так называемые, как я их назвал, чупчи-читатели, чупчи-писатели. Удобно это прежде всего тем, что для того, чтобы прочитать CSV-файл, нам не нужно каждый раз изобретать CSV-файл читателей. Если мы посмотрим на библиотеки, которые, то есть на фреймворки, которые реализуют этот стандарт, большинство из них, они уже идут с готовыми читателями и с готовыми писателями, скажем так. То есть нам остается дописать только процессор. То есть, например, прочитать CSV-файл, вот мы здесь его сами читали, открываем файл и читаем строку. Там нам этого делать не нужно. Там мы просто говорим, вот у нас CSV-файл, а дальше он сам нам его откроет, сам займется чекпоинтами и так далее, и так далее. Сам подумает о партишенинге. То есть нам не нужно еще раз изобретать это. Но таких ридеров и райтеров к сожалению пока еще мало. То есть еще учитывая, что в 2013 году только появился стандарт и только сейчас реально Java EE 7 у нас входит в продакшн, еще немного написано таких ридеров и райтеров. Но это типа как call to action. То есть если вы что-нибудь такое сделаете, то можете спокойно закоммитить и это будет стандартным райтером. То есть его уже могут использовать другие проекты именно стандартным Java EE образом. Вы, наверное, заметили еще одну такую вещь. Там не было дженериков. Да. 21 век. 2016 год. Да. Человек, конечно, на Луну не летал, но есть твиттер. А дженериков нету. Да. То есть это немножко странно. Но это не то, что странно, потому что странно, что их нету. Скорее, надо знать, что референс-имплементацию писал IBM. Да. А конкретно тот, кто его писал, это дяденьки, которым без харассмента, хочу сказать, им уже больше 50 лет. И они просто, вот я просто говорил с одним из них лично, он говорит, а зачем писать дженерики, то есть зачем писать дженерик, когда компилятор и так их уберет. Просто пиши правильно. Вот это была его мысль. Это была непробиваемая мысль, против которой я не смог возразить. Да. Но их там нету. И, соответственно, только XML-конфигурация в отличие от спрингов. Да, то есть мы можем спокойно получить вот некий такой трипл фейсбалм. Да. Ну, что касается других Java, то есть Java-батч-движков. Для начала есть известная имплементация JSR 3.5.2, то есть это референс-имплементация JBatch IBM. Вот, кстати, ту, которую мы сейчас поднимали в GlassFish, это была референс-имплементация. Пусть она и шла и в embedded container. Wildfly, соответственно, сделал свою имплементацию, JBarrett называется. Это отдельный проект, им можно пользоваться и в стендалоне. Вот в том коде, который, то есть в том репозиторе, где я выложил этот код, есть пример использования его в SE среде. Хотя там качается и World-библиотека, которая дает CDI и так далее. Batchy, это у нас идет к Tomcat, не к Tomcat, а к Tommy. Ну и SpringBatch со звездочкой, где там внизу написано не совсем. Так вот, что такое SpringBatch? Вы, наверное, те, кто слышали, даже те два человека, которые применяли его в продакшене, наверное, заметили, что эти вот JSR352 и JBatch, они как-то очень сильно похожи. Реально, первый прототип и стандартный релиз появился в 2009 году, и он же послужил дальнейшим прототипом для JSR352. И в мире SpringBatch JavaBatch у нас идет тоже из коробки, там идет мощнейшая интеграция. Соответственно, очень они близки и очень похожи друг к другу, то есть практически не отличаются. И когда мы их читаем, у нас возникает вот такая картинка, да? Да. То есть одно послужило прототипом второму. И если мы посмотрим на разные типы описания джомов, там тоже есть XML-ы, там тоже мы работы описываем, то есть у нас тоже есть так называемый ETL-паттерн, где у нас есть reader, writer, процессор и какой-то просто tasklet, то у нас очень мало отличий. Но с версии 3.0 все-таки было сделано большое усилие, мы можем ввести всю нашу оркестрацию и в формате JSR 3.5.2. Правда, имейте в виду, мы должны писать полное наименование классов, потому что мы идем не в EES-реде. То есть у нас резолвинг по имени там идет по классу. Да. Извините, Дмитрий, я буду ж не напрервать, у нас вышло время. А, ну я, два слайда осталось. Да, ну следующее это небольшое, это называется EasyBatch, молодой проект, он очень чем-то напоминает стримы. Если мы рассмотрим вот такой вот файлик, то мы просто берем некий процессор, у нас есть reader, filter, mapper, процессор и call. И тем самым мы запускаем некий batch процессор, он тоже запускается в другой, в другом тренде, то есть у него тоже есть RedPool там отдельно и позиционируется как некая легкая альтернатива к джейбатчу, но он живет немножко своей жизнью. Соответственно, как вы видели, XML, если у нас есть XML, мы можем их рисовать и для менеджеров сделаны специальные тулы, которые позволяют не рисовать это, то есть не писать это все дело, а рисовать, то есть это очень круто, это чем-то напоминает соло, но такое очень легкое соло и есть тулы для этого. Очень приятно позволяет визуализировать. Соответственно, какие выводы мы можем сделать, то есть данный класс задач недооценивать не надо, особенно в интерпрайзе. Всегда требование будет усложняться и соответственно уже все придумано, то есть у нас уже есть мощный фреймворк для того, чтобы все было сделано, то есть мы получаем все практически из коробки. И в Java EE этот велосипед нам приходит вообще бесплатно. То есть как только у нас есть EE сервер, мы можем не так сильно велосипедить. Ну, собственно говоря, это было от меня. Спасибо большое. Спасибо. субтитры сделал DimaTorzok